СКЙВАЙ Игорь Николаевич, добрый день. С переездом вас, во-первых. Спасибо. А во-вторых, расскажите, что это за такой станок термоядерный? Что-то он там такое очень умное делает. И мне, всей съемочной группы, и нашим зрителям явно было бы не безинтересно узнать. Ну, мы как бы к этому станку поближе и хотели переехать, потому что на нем для нашего, ну, сейчас основная будет часть работ и связана с моделями. И это вот ЧПУ станок пятиосный. Здесь можно на нем делать и полом, ну, формы в масштабе один к одному, и можно в других масштабах. Это уже как у нас будет программа и сложившаяся ситуация. Насколько мы поняли и как мы информировали наших зрителей, переезд сюда отчасти был связан именно с тем, что здесь появится возможность изготавливать, во-первых, полноразмерные модели, а во-вторых, даже уже предпромышленные какие-то образцы юнибусов подвижного состава. Это да. Здесь площади позволяют, здесь все связаны, все условия именно, вот у нас и поклеечное отделение, и есть вот обрезка, и все, что связано, в данном случае будет работать, связанное со стеклопластиком. Здесь это все можно делать, то есть подходящие условия для этого. Плюс очень большие площади по размещению. После посещения опытно-экспериментального производства Skyway мы отправились на завод Белэнергострой Индустрия, являющийся филиалом промышленной деятельности республиканского унитарного предприятия Белэнергострой. Это уникальное место, ибо среди заказчиков предприятия Белорусская атомная электростанция и проект Skyway. Именно здесь изготавливаются многие элементы экотехнопарка. С авторским надзором сюда прибыл инженер-технолог конструкторского бюро железобетонных конструкций Виктор Долгий, который сам и расскажет о цели своего визита. Виктор, добрый день. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, чем вы сегодня здесь занимаетесь. Моя миссия заключается в проведении авторского надзора на соответствии техническим чертежам изделия стакана фундаментной колонны под промежуточную опору. Промежуточная опора, как я понимаю, уже для новой трассы, потому что все промежуточные опоры для городской и начала скоростной трасс уже установлены. Мы говорим о легкой путевой структуре, по которой будут двигаться, как мы понимаем, юнибайки. То, что сейчас рабочее название подвижного состава, правильно ли? Да, действительно, это так. Мы начинаем уже строительство следующей трассы. И первые опоры на первой нашей трассе, они уже готовы. На производстве, помимо фундаментов стаканного типа, мы увидели также подготовленную L-образную форму для отливки с уже готовым арматурным каркасом промежуточных опор легкой путевой структуры, возведение которой уже начинается параллельно со строительством городской и высокоскоростной трасс. Служит все это доказательством того, что технологии, струнные технологии Юницкого предусматривают различные варианты трасс, различные решения для всех географических, погодных и прочих условий, для всех видов применения. То есть не только городские, скоростные, грузовые, но также и легкие трассы, где можно будет передвигаться в свое удовольствие и в том числе поправлять свое здоровье. Как бы два в одном. И какой же выездной репортаж может обойтись без посещения экотехнопарка Skyway в Мариной Горке? Мы с вами находимся в экотехнопарке Skyway в здании транспортно-логистического узла, совмещенного с концевой анкерной опорой. На втором уровне, где вы слышите эти звуки, идет так любимое нами всеми разопалубливание пилонов второго уровня. Вы видите, что уже ощущается масштаб данного сооружения. Мы с вами практически на вокзале. Сюда будут приходить поезда городской трассы, сверху будут уходить поезда высокоскоростные. Опять же, начато сооружение третьего уровня, или заливка, готовится бетоноперекрытие второго уровня. Над нами будет сад, зона отдыха. Под нами будет музей. Потрясающее чувство, которое охватывает меня. Я не знаю, передаются ли вам, но надеюсь, что да. В день посещения было осуществлено снятие палубки с пилонов северной стены второго этажа транспортно-логистического узла Skyway, совмещенного с анкерной опорой, произведена подготовка к бетонированию перекрытия второго уровня, осуществлялся монтаж струн интеллектуального струнного ограждения и продолжалась работа по созданию прогулочной тропы, которая на этапе строительства будет выполнять функцию подъездной дороги. Добрый день! Расскажите, что вы здесь делаете? Пролоку натягиваем. А что это такое? Забор будет. Рождение. О, это интеллектуальное струнное ограждение. Сегодня у нас контроль, так называемый авторский надзор, или контроль, как угодно можете его называть, за качество выполнения работ на нашем интеллектуальном ограждении. Значит, у нас уже выставлены опоры, значит, анкерные, промежуточные, у нас разложена проволока, значит, получен необходимый весь шансовый инструмент, значит, запасные части и так далее. Значит, сейчас мы начинаем натягивать струны, так называемые наши струны, значит, которые составляют основу струнной технологии. Значит, вот, собственно, для этого я и прибыл, для того, чтобы посмотреть, значит, наши ребята, значит, подрядчики готовы, они все подготовили, сейчас мы будем это дело, как говорится, проверять, то, что они сделают. То есть, сам факт, что выдан шансовый инструмент, все шансы на то, что работы будут выполнены качественно и в сроке повышает? Да, работы, они не стоят, они движутся постоянно, сделано достаточно много, несмотря на плохую погоду, как вы сейчас все наблюдаете, вот, а вчера было еще хуже, вот, работа не останавливалась, работа велась и сделано очень много, значит, коллектив, наши подрядчики, которые занимаются строительством интеллектуального ограждения, значит, подобрался хороший... Интеллектуальный? Да, скажем так, интеллектуальный, можно даже так назвать. Вот, поэтому работают быстро, качественно и в срок все будет сделано. Мы уже поговорили с ними, вроде бы в понедельник, как нам сказали сотрудники подрядной организации, планируется уже натяжение? Да. И я думаю, вы все свидетели того, что забор очень мощный. Дело в том, что он не обязан быть таким для охраны эко-технопарка. Просто-напросто данный объект есть не что иное, как витрина достижений, витрина технологии Skyway, и подобный мощный объект может служить для охраны как атомной электростанции, так и аэропортов, любых других важных объектов, любой инфраструктуры, в том числе и государственной границы. Проволока в интеллектуальном струнном ограждении Skyway уже натянута практически по всему периметру. Для того, чтобы вы могли себе представить весь масштаб развернувшегося строительства, все то, что происходит сегодня, хочу вас немножко сориентировать на местности. В том направлении саженцы, которые, если вы помните, приехавшие на акцию «Посади дерево инвесторы», садили 17 октября, 3 октября, будут продолжать сажать еще, когда приедут весной, я надеюсь, за ними вы видите промежуточные опоры городской трассы и высокоскоростной, которые уходят далеко-далеко на целый километр вперед. Прямо за мной вы видите здание транспортно-логистического узла Skyway, совмещенного с концевой анкерной опорой. Мы только что там с вами были, там будет на первом этаже располагаться музей, на втором этаже будет, можно так сказать, вокзал городской трассы, а на третьем будет зона отдыха, зеленая крыша, а также станция отправления высокоскоростной трассы, которая уйдет вперед аж на 15 километров. Также вы видите технику, которая работает на строительстве будущей дорожки, которая будет проходить по прекрасным тенистым аллеям экотехнопарка, а в данный момент это сооружается вспомогательная дорога, которая послужит строителям, которые возводят экотехнопарк для нас, для всех, для будущего всего человечества. Мы завершаем сегодняшний выездной выпуск новостей из экотехнопарка Skyway. Грандиозность всего происходящего вызвала у всей нашей съемочной группы ассоциацию со съемками фильма «Высота». Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsvdofisystems.com Поддерживайте наш проект, приезжайте к нам, и когда-нибудь мы с вами вместе споем «Не стали вары, мы не плотники», но и не будет никаких горьких сожалений. Строй Skyway, спасай планету! Строй Skyway